Добрый вечер. Для всего народа, если брать в целом, конец хороший. Но я думаю, что очень нужна им наша молитва и то, что мы думаем о них, чтобы они были благополучны и добивались успеха, чтобы исцелились раненые, чтобы вернулись пленные. Я всегда упоминаю о своей жене Любоват Михаэль, которая ушла из жизни два года назад, неустанный борец за целостность земли Израиля. И в период размежевания, результаты которого мы с вами сегодня пожинаем в стократном, если не в тысячекратном размере, в период размежевания вся наша семья, включая Любовь, душу семьи, боролась с целью остановить размежевание. И была такая надежда. Все наши дети принимали просто самое активное участие в этой борьбе, очень непростой борьбе с властями, борьбе с полицией. Все это было очень непросто, поэтому я, вспоминая о том, что нужно пожелать успеха солдатам, я вспоминаю и ее. Теперь мы с вами попробуем продвинуться по пророку Схарья. Очень емкий текст, хотя немного ускользает. Вроде бы идет речь об обыденных вещах, и все кажется теми словами, которые уже прозвучали много раз. Но мы попробуем здесь с вами все-таки выявить вот такую картину, емкую, объемную, которая очень важна для нас. И вот мы с вами представляем, мы говорили о том, что основная проблема, основной диалог, который начался еще с первой главы Схарья, это диалог или, может быть, сказать, точнее призыв тем, кто находится в Бавиле, чтобы они встали, поднялись и вернулись землю Израиля. И вот это не происходит и не происходит. И как бы этот Галут, уже, в общем-то, Галут добровольный, особенно с начала правления Дарьявиша, сына Истер, этот Галут уже добровольный, и вот он начинает обретать свои формы, свои обычаи. Он выстраивает свои отношения с землей Израиля. Как мы видели с вами, что важные люди из Бавиля присылают золото, из которого делают короны, которые хранятся в Ярушалаиме, короны, которые олицетворяют власть царя и власть первосвященника. Две короны, они как бы идут вместе, параллельно. И вот, а что? Люди остаются в Бавиле, они, да, они признают, что в Ярушалаиме это духовный центр, в Ярушалаиме это должен быть центр, в котором еврейская власть настоящая, царь. Там уже есть власть Сангидрина. Вот они все это признают, но остаются в Бавиле. То есть картина такая очень печальная. Все знаем, все понимаем, но мы никуда не трогаемся с места. А хотим помочь, присылаем деньги, понимаем превосходство тех, кто живет в земле Израиля. Но мы остаемся. И это та картина, которую мы видели в прошлой главе. А вот теперь седьмая глава, она начинается со слов. И было в год четвертый правление царя Дарьявиша. Было слово Бога царя. Мы можем представить себе, мы помним, что решающим годом был второй год управления Дарьявиша, когда все пророки, которые были в Ярушалаиме, это и тот же царя, и Хагай, и Малахи, все они начали пророчествовать и призывать к строительству храма еще раньше, чем было дано разрешение. Прошло два года, может быть, больше, чем два года, и храм стоит на месте, в нем есть служение в храме по всем законам. Мы помним с вами, что здание как бы оставляет желать лучшего. Его собрали из тех камней, которые остались целыми после первого храма. И те люди, которые видели первый храм, они плакали, когда им открылось такое зрелище. Собрали что-то, залатали что-то, поставили одно на другое. И вот говорят, это храм. Храм такой же, как был раньше. Какой же он был раньше, и люди, которые видели это зрелище, разразились слезами. Но, тем не менее, в храме идет служение по всем правилам. Его ремонт остается на будущее, но ничто из закона храма не упущено, включая и законы ритуальной чистоты и нечистоты. Это мы с вами можем увидеть из пророка Хагай. Там есть очень интересный момент, когда Хагай, в общем-то, по слову Всевышнего, проверяет знание галахи, чистоты и нечистоты у кагенов. То есть момент самый интересный, как это пророчество, как проверка галахи. И очень интересно само по себе. Но главное для нас то, что все детали служения в храме, они соблюдаются. И вот теперь, когда мы представляем себе, что видно вот эту налаженную жизнь служения в храме, что безумно важно и для вернувшихся в Иерушалайм, и тех, кто остался в Бавиле, всегда сравнивают наше возвращение и возвращение из Бавиля, которое началось с Коршина, с 1968 года до Синя-Диэры, возвращение периода второго храма, начало периода храма, это возвращение с целью построить храм, служить Всевышнему. Мы видим, что есть и желание заселить всю землю, всю землю Израиля, но на первом месте как бы, на первом месте всех, кто возвращается, включая и остаток десяти колен, стоит восстановление храма и восстановление стены Рушалайма затем, это стоит на первом месте. В наше время то, что характеризует, так сказать, все альо, всю историю возвращения, это, несомненно, не храм. Не храм – это заселение земли Израиля, это создание государственности, это возвращение языка иврит, что, как мы с вами говорили, было и в период второго храма, эта работа Эзры была в период второго храма. Вот это то, что отличает нашу эпоху возвращения в землю Израиля. Оправдано это или неоправдано это, сейчас как бы уже де-факто поздно говорить. Видно, что это, так сказать, работает, что само по себе государство, оно является спасением для всех евреев, где бы они ни находились, и что бы, так сказать, у них в голове не делалось, и государство – это спасение для всех евреев, даже если не стоит храм. Как это можно как бы оправдать, если так можно сказать? Действительно, здесь нужно какое-то оправдание. Оправдать это можно тем, что время изменилось, ситуация изменилась, что Всевышний возвращает народ Израиля не только для него самого, он возвращает его для всего мира. И вот мы начинаем с той платформы, с той исходной, которая есть у всего мира. Во всем мире, скажем, храм перестал быть главным. Скажем, храмы, служения, принесения жертв, тем более, перестало быть главным. Религиозная составляющая перестала быть для всего мира главным. А вот национальное возрождение, создание государственности с таким самопожертвованием ради создания государственности – это, если так можно сказать, как говорят на юрите Мидабел, это говорит для народов мира, это производит сильное впечатление для народов мира. То есть, у Всевышнего через нас идет разговор и со всеми народами. Это не значит, что нужно откладывать строительство храма. Мы видим картину и рассуждаем де-факто, и пытаемся понять, почему так получилось. В конце концов, во всем есть рука Всевышнего. Это можно так рассуждать. Но с точки зрения Галахи, обязанность построить храм, она лежит на нас постоянно. И если мы не можем ее исполнить, это не значит, что у нас нет такой обязанности. Мы просто находимся в нужном положении, не можем исполнить эту важнейшую обязанность – построение храма. Если кто-то хочет убедиться, можем заглянуть в Рамбама, в его раздел в Мишнету Айбов, в Яда Хазака, который называется Бейтая Бехера. У него законы построения храма, описаны Рамбам. И он как раз начинает с этого момента, что обязанность построить храм, она постоянно лежит на нас, она никогда не отменяется. И он говорит о том, что когда мы не можем построить храм, мы обязаны сделать все для того, чтобы приготовиться к служению в нем. И прежде всего, это изготовить сосуды, предметы, которые используются в храме, включая миналу, включая золотой стол для хлебов. И, как я думаю, что многие знают, как бы исполнением этой заповеди самым интенсивным образом занимается Ариэль Исраэль, руководитель института храма, который занимается изучением галахи, связанной с храмом, и исследовать на местности, где что было, где была святая святых, где был жертвенник и так далее. И это очень важно. В старом городе есть ешива, которая называется Атерет Кураним, Корона Кагенов. Это ешива, которая была создана Раф Куком. Раф Кук смотрел, как бы во всех направлениях, как бы смотрел в будущее. Он пытался представить себе, пытался, а представлял, как должно быть изучение Торы, как оно должно сочетаться со службой в армии, как должна работа экономика. И один из моментов, он был убежден, что необходимо готовиться к построению храма и служению в храме. В скобках можно заметить, что здесь он был не одинок, что всем известный Хопиц Хаин, Раф Меркана из Радина, он известен, как тот он написал книгу о запретах Лашона Рави, о запретах неправильно пользоваться своим языком. Но он был ковеном, и он построил у себя во дворе подобие жертвенника, то есть по всем размерам, такой пандус, который ведет на жертвенник, и он учился по нему ходить и подниматься. Поэтому по моему пандусу как должны это делать ковены, когда у них большой палец, он касается пятки, так сказать, впереди ступающей ноги, это обязательно, когда он поднимается по этому пандусу. И он тренировался. Надо сказать, что я замечу в скобках просто, что Хопиц Хаин был очень дружен с Раф Куком, это не случайно, у них как бы одна такая идея, устремленность в будущем и в плане храма. И надо сказать, что когда Хопиц Хаин приехал на встречу Агудат Исраэль, на ассамблею, я не знаю, Агудат Исраэль, собрание религиозных раввинов, он услышал, что там начались критики Раф Кука, он вышел, и он больше туда не возвращался. Так что он понимал величие, величие, огромное величие Раф Кука, и был с ним в дружеских отношениях, и он совершенно не мог представить, как можно собраться, приехать со всего мира, собраться в Америке, проделать такой путь, для того, чтобы открыть заседание, чем критикой Раф Кука. Ну, здесь как бы все вместе собирается. Мы, скажем, если сравнить с нашим временем, мы видим, что да, действительно, храм как бы не стоит на первом месте, но тем не менее он не забыт, и заповедь Рамбама, которую, кстати, упоминает Ираши в Торе, в комментарии в Торе, в Асулии, в Асулии Микдаш, вишахам тебе, бетухам, пусть сделают мне святилище, я буду пребывать среди них, он говорит о том, что сделают мне святилище, здесь есть заповедь, изготовлять сосуды храма, если нет возможности его построить. И, значит, мы можем себе представить и атмосферу прошлого, и атмосферу настоящего. И мы помним с вами, я не могу не упомянуть, что когда в шестидневную войну, на третий день войны десант окружил старый город, его уже нельзя было не брать, как бы не захватывая старый город, Маше Даян поднялся на башню Августа Виктории, монастыря, который на горе Зетим, посмотрел, оглянул старый город и сказал, зачем нам нужен этот Ватикан. То есть не нужно, не только старый город, не только храм Байгара, но весь старый город принесет нам проблемы с религиозной точки зрения, которые перерастут в политические проблемы. И вот мы видим такой конгломерат, как бы, то есть на первом месте у нас государство, государство, свобода, защита жизни, но, и в этом есть, в общем-то, и рука Всевышнего, безусловно, но идея построения храма, она ни в коем случае не забыта. Я прошу прощения за такой долгий экскурс, но мне кажется, что это важно представлять себе, потому что все это скрывается за этим, за текстом. И вот мы видим, скажем, да, те, кто сидят удобно, удобно там в Бавиле, да, они не только прислали деньги, короны, они не только понимают, что началась, да, началась новая эпоха, центр Гриуса Лайми, все это они понимают, они еще спрашивают, да, и вот еще что происходит. И послали Бейтель, Сарцель и Регем Мелих, да, вот иногда через среди современных комментаторов возникает вопрос, не были бы, не были ли они неевреями, совершенно напрасный вопрос, совершенно просто, да, они живут в Бавиле, у них люди влиятельные, у них государственные должности, да, и они сохраняют вот эти эти имена. Некоторые возвращаются к своим именам или берут себе еврейские имена, как Заруб Бабель берет имя Нехемия, а некоторые так и сохраняют эти имена, которые соответствуют их должностям, должностям. И люди вот Регем Мелих и люди его просить Бога, да, то есть целая группа людей, может быть, его подчиненные, евреи, да, они присылают спросить Бога, да, наеврители дрожатые луким искать Бога. И вопрос их, вот пришли посланники, вопрос их сказать священникам, которые в доме Бога Цволод, Бога Воинск, и пророкам так у них сказать, плакать ли мне в пятый месяц, да, ну, мы хорошо понимаем, что пятый месяц это месяц Абв, да, и уже не нужно называть день этого месяца, когда есть Траур, естественно, речь идет о девятом Абва, да, и это, скажем, большое впечатление на тех, кто остался в Бабель, произвело то, что храм все-таки был восстановлен, да, это какое-то какое-то величайшее величайшее чудо, да, при том, что они видели все эти ходы, переходы и перипетии, изменения настроения правителей Персии, он Ахашвирос чуть вообще всех, так сказать, не поубивал, да, и вот Корыш, Кир сначала разрешил возвращаться, потом как-то, ну, евреи не пошли, и мне это не надо, и он сократил все это возвращение, и вдруг храм все-таки стоит, да, а еще нужно учесть местные народы, да, которые просто, в общем-то, могли бы раздавить местные жители, те же самые, Шамраним, они бы могли раздавить сыновей Израиля, если бы не приказ Корыша сначала, они опасались, а потом вот приказ Дарьявиша, чтобы они не трогали сыновей Израиля, то есть мы представляем всю эту обстановку, вот так же, как мы рассказываем о создании государства Израиль, о начале поселений, о нападении арабов, о 48-м годе войны, войны за независимость, в каких-то невероятных условиях и так далее, и так далее, вот, и удивляемся, как это все могло быть, так же и они удивляются, как же это все-таки устоялось, как же это может быть, да, вот, и поскольку это чудо произошло, то такая мысль, да, что не нужно поститься в пятый месяц, девятого ава, не нужно уже поститься храм стоит, да, все, проблемы, проблемы разрушения храма, они закончились, храм возведен, я еще раз подчеркиваю, храм это самое главное для них, да, может быть, и для тех, в для тех, кто в Руфелайме пьет, храм это самое главное, все, храм стоит, зачем же теперь поститься, да, вот, и здесь столько, я бы сказал, непонимания, да, непонимания самих себя, непонимания своего места, непонимания своего поведения в этом вопросе, да, дальше, дальше, Всевышний скорее ответит в одном каком-то плане, но мы сразу сможем с вами с вами представить себя, это, кстати говоря, и болезнь нашего времени, да, 9-й ага, разрушение храма, вот, и ха, будем читать и ха, потому что был храм, потому что был храм разрушен, изгнание, 9-й ага, началось изгнание, да, забывается один момент, всегда нужно смотреть в корень, в корни все проблемы, да, храм был, почему разрушен 9-го ага, почему был храм разрушен 9-го ага, да, а не в какой-то другой, не в какой-то другой день, для того, чтобы сказать, да, что все проблемы, которые в конечном итоге привели к разрушению храма, да, это идолопоконство в первом храме, это идолопоконство, да, это главная проблема, да, но есть корень всех этих проблем, это плач, который был 9-го ага, это нежелание, это нежелание завоевать землю Израиля, да, которое, видимо, никуда не делось, оно не делось, оно проходит, эта проблема, эта беда, я бы так сказал, она проходит через все эпохи, да, она начинается еще, она начинается еще во времена Иошу, когда в конце своей жизни он обращается ко всем и говорит, знаете что, служите вы идолам, а я и моя семья будем служить Всевышнему, ну, обиделись, ну, как служить идолам, где-то видишь идолопоклонство, да, вот, а он что имел в виду Иошу, он хотел их потрясти как следует, да, за что потрясти, они не завоевали землю, не довели дело завоевания земли до конца, начали уже заключать договоры с местными жителями, и он уже видит, Иошуа, что это кончится идолопоклонством, и действительно, да, и действительно начинается эпоха судей, разрушительная, которая определила нашу историю до сегодняшнего дня, когда не могут найти вот эту грань между собой и народами мира, между служением Богу, и идолопоклонством попадают в зависимость от народов мира, и чуть не исчезают, чуть финанские племена, которые были вытеснены на север под возглавляемый царем Явином, чуть не уничтожили вообще еврейское поселение, пророчество Дура, так сказать, Всевышний пророчество Дура Спаса, нужно понимать, что происходит, нужно понимать, что происходит, нету 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 этого желания завоевать землю Израиля. Наши мудрецы в цифре ласково сказали фразу, которую иногда иногда вспоминают, да, вот цифре это раби шуман бар юхай, это как бы под комментарий на, не комментарий на Тору, который был сделан раби шуман бар юхай, другими мучениками раби Акиба. Значит, что он говорит в цифре? Он говорит такую вещь, да, что все, за что сыновья Израиля жертвовали своей жизнью, у них устоялось, то есть, да, то есть, они это обрели в том смысле, что это есть из эпохи в эпоху, из поколения в поколение, все это существует, и что это, прежде всего, да, это Тора и Тора и Обризания. Ну, к Обризанию можно присоединить и другие заповеди, да, вот, то есть, Тора и заповеди, ради них люди жертвовали жизнью, да, и они устоялись народе, а ради законов земли Израиля, соблюдения законов земли Израиля, читая, как бы, между строк, ради самой земли Израиля, не жертвовали жизнью, не жертвовали жизнью, не напрягались для того, чтобы соблюдать седьмой год, или не напрягались для того, чтобы соблюдать пятидесятый год, да, вот, и здесь не какой-нибудь, понимаете, механизм такой, да, вот, пожертвовали своей жизнью, а всевышний там, скажем, включил какой-то счетчик или что-то, да, нет, пожертвовать своей жизнью, это означает понимание важности того, ради чего ты жертвуешь своей жизнью, и ради Торы, можно сказать, может быть, можно сказать, слава Богу, жертвовали своей жизнью, и ради заповеди обрезания, прежде всего, субботы, жертвовали своей жизнью, а ради земли нет на протяжении, на протяжении, можно сказать, можно сказать, всех поколений, да, и вот это вот глубочайшее, как бы, непонимание, да, что они сидят в Бабеле, сидят в Бабеле и спрашивают, плакать ли мне 9-го ама, ведь все проблемы закончились, храм построят, да, а ты, сидячий в Бабеле, посмотри в корень проблем, ты же их усугубляешь, только эти проблемы, да пусть там стоит хоть самый золотой храм из чистого золота, ты сидишь в Бабеле, ты эти проблемы усугубляешь, да, воздержаться ли, да, плакать ли или воздержаться, да, зачем плакать тебе, а то все проблемы кончились, как делал я, это уже столько лет, да, вот, надоем, но сколько можно пребывать в печали на день в году, садиться на землю, посыпать голову пеплом, сидеть в мельковине, не есть целый день, на 25 часов не есть, да, вот, и читать там какие-то травмные молитвы, да, прям без конца просто читать их, вот, ну, надоело уже 70 лет, да, вот все, проблемы решились, да, и, кстати, ответ будет, что нет, да, что это, что это решили не поститься, да, что все проблемы решились, да, главная проблема в вас в том, что вы сидите там в Бабеле, да, вот, и, да, нужно сказать, что и в наши дни возникают такие вопросы, они, может быть, не доходят как бы до практического обсуждения, вот давайте отменим 9 ава, а вот давайте не будем читать травмную молитву о разрушении Иерушалаема, просьба восстановления Иерушалаема, которую читают 9 ава прямо в Мана и Свея в основной молитве, давайте это не будем, есть такие посылки, но они, как бы, слава Богу, они не доходят до практики, да, вот, что такое, что такое, скажем, да, когда можно было говорить об отмене поста 9 ава в наше время, да, когда бы об этом можно было говорить, если бы у нас была твердая власть на всей земле, да, вот, еврейская власть, я не говорю государство Галахи, мы бы с этим справились, честное слово, да, мы бы нашли форму жизни еврейскую, да, в современных условиях, без всякого насилия над людьми, но это было бы твердая еврейская власть на всей территории, ну, можно было бы начать обсуждать, говорить об отмене травы 9 ава, потому что 9 ава, разрушение храма, это следствие, следствие, не надо никогда путать причину и следствие, да, одно из таких, ну, скажем, не хочу сказать преступления, ошибок, да, в Торе, в ее таком философском пласте, да, который приводит потом к нежелательным последствиям, это перепутать причину и следствие, перепутать причину и следствие, вот говорят об Адаме, сейчас не будем подробно вдаваться в эти моменты, Адам перепутал причину и следствие, это было его первым преступлением, вот, или, скажем, основой, так сказать, философской ошибкой его первого преступления, то же самое и здесь, разрушение храма, это следствие, это не причина, это следствие того, что не захотели завоевать землю Израиля, а отсюда, как бы, а это не только сам грех, это просто указатель, там руж такой, да, дорожный указатель, который говорит, ребята, у вас проблема с этим делом, вы не понимаете, вы не понимаете, что такое земля, и поэтому вы не можете полюбить ее, что такое Тора, вы понимаете, что такое заповеди, вы понимаете, а что такое земля, вы не понимаете, да, с этим проблем, да, ну, и вот мы, да, просто настолько емкие слова, что здесь можно говорить бесконечно, представляя себе этих людей, царских чиновников Дарья Второго с нееврейскими именами все в парче и в шелке, если в то время не знаю, был ли шелк, его привозили мне в то время шелк ну, допустим, в парче и в шелке едят золотой и серебряной посуды в 9 авгу и постятся и вот вопрос, присылают а нужно ли поститься в 9 авгу такая картина очень емкая и было слово Бога всесильного ко мне сказано скажи всему народу, страны и священникам так когда постились и плакали в 5 и в 7 в 5 и в 7 и в 7 месяц мы понимаем, что это месяц пятый месяц это месяц ап да а седьмой месяц это это тишерей и он здесь неожиданно выплывает на первое место хотя вроде бы о нем не спрашивали да действительно да, не спрашивают да вот пока по крайней мере а он тут выплывает что такое седьмой месяц что такое тишерей что такое третье тишерей третье тишерей это пост по поводу убийства Гидалии что такое пост убийства Гидалии это исчезновение последней надежды на еврейскую на еврейскую государственность в земле Израиля да Гидалий он зависим он он наместник невыкутный цара да ну вот вокруг него собираются люди у него уже есть армия еврейская остатки того войска Цитки Ягу которые остались после разрушения храма да в полном вооружении к нему стекается начинает что-то начинается какое-то пробуждение настолько значительное за три месяца настолько значительное что народный мир окружающий там-то как Моаб как царь Балис в Моабе они обращают внимание так что у них вырастает под их носом опасный противник возрождается государственность она бы набиралась силы и даже бы если бы оставалось государство разрушенное приуда оставалось бассальным государством под властью на выходные цара все равно в какой-то момент сыграло бы принципиальное принципиальное значение было бы государство куда бы можно было возвращаться после падения после падения Бавеля картина была бы совсем другой и поэтому пост Италия считается очень значительным значительным постом опять же все начинают говорить про Лашонара про Сенатхина все это но не то все это понимаете не то но можно это но главное главное это потеря государственности это окончательная потеря государственности еврейской это причина травы и вот как бы свишний через пророка он ему он говорит вы говорили о вы говорили о пятом месяце о месяце ап а я да есть другие посты и вот здесь я прежде всего вспомню пост Гидалия это государственность которой вы вообще просто не понимаете вы пренебрегаете да вот и тут как бы у пророка так сказать нету нету времени нету времени объяснять нету бумаги нету пергамента все это записать можно только надеяться что у пророка было масса учеников которые разъяснили вот этот момент спрашивали про девятый або ответ и про девятый або и про третье тиши и уже 70 лет да вот 70 лет да свято храните традицию 70 лет не отступайте от нее да и постите все эти посты да а у меня говорит всевышний вопрос да для меня постились ли вы да вот и да все время все время считается что важно само действие формальное действие просто есть даже высказывания да которые ну я как бы как говорят надух не не перевариваю но слава богу ни откуда ни из источников ни из ни из толмуда ни мидрошем есть просто такие как бы устоявшиеся выражения говорят иудаизм это не религия а это образ жизни и что я здесь слышал да ты он ешь кошерное да вот спи в субботу да и а все остальное это все это все ерунда это все выше нашей головы не понять да мы не надо себе как говорят заморачиваться не надо да вот в то время как мы понимаем да что если мы стоим перед Всевышним то для Всевышнего главное это смысл смысл нашего действия да что мы сделали да что мы из этого поняли какие мы выводы какие мы выводы из этого так сказать вытащили да вот и вот пост у вас попостились да попостились здорово попостились так прямо от души да говорят вот хорошо прошел легко прошел да а Всевышний спрашивает для меня вы попостились и когда едите и когда пьете а я вам скажу еще больше да а когда вы идите и пьете в субботу и в праздники разве вы не сами идите и не сами пьете да этот вопрос прежде всего обращен тем кто тем кто в тем кто в Бавиле да потому что вот они так вдохновились да после после победы на Дамалико что они решили да что это все очень хорошо то что у нас есть что Тора это свет и праздники это веселье да вот и они решили это в Бавиле да и что же они решили да Тора в Бавиле как мы с вами говорили я не хочу сейчас подробно это тьма да это совсем не Тора конечно надо учить безусловно это совсем не Тора без света земли Израиля да вот и а веселье ну какое же веселье веселье говорят что веселье праздника настоящее веселье праздника это когда приносят в Иерушалайме когда приносят жертвы когда в Иерушалайме слышны песни песни царя Давида звучат вся эта атмосфера в Иерушалайме когда весь народ собирается да это это веселье квинт и сергей да это веселье да это веселье да а когда нету Иерушалайма когда не приносится когда не приносится жертвы то что так Давид сказал да 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 пусть забудет меня правая рука пусть отсохнет правая рука да да пусть мой язык прилипнет к небу если я не буду упоминать Иерушалайм да так чего же вы в Бавиле там веселитесь чему вы радуетесь говорите веселье это праздники у нас праздники ура вы симха вы засон да это праздники праздники как весело у нас там в Бавиле проходят эти эти праздники да вот пожалуйста вам пророк говорит да когда вы когда едите когда пьете разве вы сами едите и разве не сами вы пьете то есть не для себя вы едите и как бы это что у вас это заповедь такая да поесть в праздник дефилтефиш там да вот с креном еще да с это у вас такая заповедь да а я про такую заповедь не слышал говорит Всевышний я я вам дал другую заповедь да веселиться в Ярушалае в Ярушалае где божественный свет где божественное присутствие эту заповедь я вам давал а что же вы тут в субботу и в празднике веселитесь да ведь для вас слова которые провозгласил Бог через пророков первых прежних когда был населен и спокойный Ярушалаем и города вокруг него и негев и низменность населены были и было слово да вот это это все слова первых пророков они не отменились они для вас да вот все это связано с землей Израиля с храмом это все это все для вас да и было слово Бога с Харьи и было и было сказано так Израил Бог воин говоря судом истинным судите и справедливости милосердия оказывайте каждый брату каждый брату своему да здесь еще одно здесь еще одно напоминание да что вот вы там да удивят мава плачьте о храме да и есть есть проблема да да храм должен быть восстановлен безусловно уже восстановлен да нужно помнить о том что так сказать храм он сам по себе не работает он работает только в том случае если если в Израиле существует справедливое справедливое общество четко четкая власть которая утверждает справедливость да вот значит я бы остановился здесь потому что здесь немножко будет другая тема вот и хотел бы хотел бы обсудить с вами что-то и ваши вопросы да вот и хотел чтобы вы обратили внимание на то насколько насколько емкий насколько емкий текст да вообще пророки они построены на тонкостях как мы с вами не однажды убеждались да в этом вот и читать здесь нужно между строк вот и слава богу у нашего поколения а в общем-то и у людей помоложе русскоговорящих есть такая привычка читать между строк это очень-очень ценная привычка которая часто не встречается у других групп так сказать израильского населения я нажимаю стоп шерр вот я вижу всех вас и я жду ваших вопросов возражений возмущения пожалуйста я все-таки постараюсь отстаивать свою точку зрения но в любом случае диалог это самое важное пожалуйста правда не совсем понятно утверждение что из-за нехватки пергамента не было раскрыта эта тема еще раз поясните пожалуйста это вы совершенно правы это я исключительно в шутку я исключительно в шутку для меня скажем тоже остается загадкой почему пророки не расписаны как бы да то есть как бы комментарий он бы должен был быть в самом тексте но но ясность текста как бы она не зависит так сказать она не является функцией от длины текста почему потому что мы видим и шаялу да и там тоже многие моменты их просто нужно вытаскивать как бы выковыривать да как вот мы говорим с вами между струк для меня для меня этот момент так же непонятный единственное что можно с этим сделать да и обязательно нужно сделать это бросить я бы сказал все силы все усилия да вот духовные народа да на постижение на постижение этих текстов да вот по крайней мере я так как бы представляю да это не значит что можно там выбросить гемару галаху там это совершенно не тот призыв да но если если высвечивается вот так вот пророки как мы с вами пытаемся это сделать то я вас уверяю да что текст гемары он воспринимается совершенно совершенно по другому да ты видишь проблемы ты видишь эпохи да и тогда галаха да галаха она становится не каким-то формальным правилом она вытекает просто из самой эпохи да вот но в любом случае в любом случае вы же видите да мы это просто национальная задача раскрыть расписать пророков да и к ней вы должны были подключиться лучи умы да вот обязательно это этот барьер должен быть взят да хорошо ладно так что это было это было да то есть пророк он сказал слово в слово все что ему передали правда же как бы он это очень очень сложный сложный момент так с одной стороны это да действительно это пророчество да пророчество и как бы мы видим принципы один из принципов Беры Рамбама да что я верю в истинность пророчества И, значит, тот текст Торы, который перед нами, это текст, который передал Маше, а тексты пророков, они все истинные. Это один из принципов веры Рамбама. То есть, мы верим, что это слово Бога. С другой стороны, пророк является каким-то сосудом. Есть свет божественный, он приходит в сосуд. Сосуд – это понимание пророка. Его честность, можно пророка не подозревать в нечестности, но, скажем, все равно даже глубина понимания пророка, его позиции – это все становится сосудом, через который изливается божественный свет, обретая вот такую форму, так сказать, на пергаменте, на бумаге, как слова Всевышнего. Пророк присутствует, тут нечего делать. Тут трудно, как бы мы попадаем с вами в ту же ситуацию, в которой мы всегда попадаем. Это парадокс, который присущ всей нашей традиции и, в общем-то, нашему мышлению. Есть человек, есть его личность и есть Бог. Бог должен стереть человека для того, чтобы ясно передать свою мысль и выразить так бы. Но он не стирает. И есть Бог полностью, абсолютно истинный текст. И есть человек, который принес как бы свою окраску. И вот перед нами истина, лежит истина. И все. Как это происходит? Как это происходит? Каков здесь механизм? Очень трудно сказать. Подключаться ли к этому когда-нибудь ученые? Современная наука я не знаю. Судя по тому, что сейчас происходит в исследованиях мозга и так далее, полностью не понимают, где личность человека, а что является как бы механическими функциями мозга, а где она душа, пытаются найти душу, понять ее функции души, полное непонимание. Но нам тогда как бы имеем право тоже не понимать. Равзиев, в любом случае... Хочу сказать, Бог есть человек, и результат их как бы схождения вместе... Это то, что мы не представим. Да. Что это... В любом случае это диалог, это некая интеракция между... Да, да, да. Все. У Тимофея давно висит рука. Да. Я не знаю, как... А, пожалуйста, да, вы можете говорить. Да, да. Добрый вечер. Такой вопрос. Пытаюсь понять, чем руководствовались те, кто не поехал в землю Израиля. То есть люди-то наверняка были не глупые. Неужели у них были только какие-то материальные причины, что хорошо устроились, а там все не устроило. Не знаю, у них было каких-то более глубоких причин, чем у меня было сейчас. То есть чем руководствовались те, кто остался в Бавеле, вы говорите? Да. Ну вот, знаете, как бы, скажем, что я могу сказать, да? Вот тут вышла книга Малахимбет, как вы знаете, и это не без ваших усилий тоже. И вот люди начали читать и говорят мне, да? Ну, говорят, не все понятно. Ну, я сразу настораживаюсь, мне становится обидно. Ну, как же это? Я не смог там что-то расписать, что-то упустить. Ну, что же ему там еще непонятно? Оказывается, непонятно, да? Как это пришли к такому состоянию, когда разделились на два государства? Как на протяжении веков не приходили в храм, пренебрегали торы? Вот это непонятно. Ну, так это и мне непонятно. Это и мне бы непонятно. Вскрыть эту психологию, да? Почему остаются за пределами Израиля, да? В такие моменты, когда так просто встать и подняться, да? Это очень трудный момент понять эту психологию, да? Тут что остается, да? Но я не понимаю, да? Я не понимаю, почему люди остаются за пределами земли Израиля. Это выше моего понимания. Я, кстати, спросил свою, разговаривал со своей внучкой, да? Я ей говорю, 14 лет. Совершенно израильская семья. Всю жизнь на поселении. Вот я говорю, Майя, ну скажи мне, ну почему люди остаются за пределами земли Израиля? Почему они не приезжают, да? И она мне объясняет, что там удобнее, там зарплаты выше, да? Ребенок 14 лет вполне как бы в курсе всех проблем, да? И вот она мне описывает, как живут, в каких домах живут, да? Но я ей говорю, Майя, ну ведь здесь же есть что-то больше, чем вот эта зарплата и вот это удобство, эти большие дома. Здесь же есть что-то больше. И вдруг она мне говорит, вдруг она мне говорит, правильно, но они же не понимают. Я-то думал, что она их защищает, да? Отстаивает их позицию. Но она просто хотела сказать, что да, люди не понимают. У них там есть что-то, они не понимают. Вот кто еще помнит Райкину, у Райкина была такая юмористка, да, в которой вот он лектор там что-то объясняет, а кто-то лектору задает вопрос, и он говорит, товарищ не понимает. Товарищ не понимает. Вот это все, что можно сказать. То есть для меня корень вот этого поведения и тогда, и сейчас он совершенно непонятен. Единственное что, если не понимаешь проблему, то все равно надо с ней бороться, да? Надо постоянно говорить, 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 да, пытаться выявить корень, пытаться показать, что проживание в земле Израиля – это основа всего, а не проживание – это основа всех проблем, да? Вот если вы помните, Алиса в «Стране чудес» там есть такое правило, да, что сказанное больше трех раз – это правда. Ну, вот как-то здесь в жизни не работает, да? Вот говоришь не три раза, а триста и триста тысяч раз, и это все равно не становится правдой. Но вот правду своих учеников в Ешиве я приучил, да. Я вам говорил, что я когда в конце урока спрашивал, какие выводы, да? Вот. И они у меня привыкли. Раньше они то, и пято, и десятое пытались что-то анализировать. А сейчас они привыкли. Я спрашиваю, какие выводы, они говорят, ехать надо. Все, однозначно, да? Вот это единственное, что можно этому противопоставить, да? Сказать прямо, сказать прямо в глаза – это не дело, да? Это не дело. Вы совершаете преступление, особенно сейчас, да? Вы там рассуждаете про заповеди, такие пятые, десятые, и это… И с какой ботинок одевать раньше, а на какой ноге завязывать шнурок раньше бы. Хорошо, я не совершенно против, я тоже все это делаю, да? Но вы же за этим не видите главного. На вас, проживающих за пределами земли Израиля, лежит обязанность, да? Если даже вы решили не приезжать, на вас лежит обязанность служить в армии обороны Израиля. И если вы это не делаете, то вы нарушаете заповедь «Не стой на крови ближнего своего». А если вы там, а народ борется здесь, так что эта заповедь уже отменилась, да? Вам там удобно, у вас там хорошие дома, хорошие зарплаты. Ну, я не могу с этим ничего поделать, да? Но не говорите только, что вы исполняете важнейшие заповеди. Важнейшие заповеди вы не исполняете самые главные и важные заповеди. Можно только об этом говорить и говорить в глазах, да? К сожалению, огромное число авторитетов и рабинов и моих товарищей, они не идут на это. Они не говорят на это, об этом. Я понимаю, почему, когда ты сегодня говоришь там, скажем, да, вот с зумцами, с американскими там евреями. И ты говоришь об этом, говоришь им ехать надо. Они смеются тебе в лицо. Многие просто смеются в лицо. Начинают говорить вещи очень обидные, да? Неприятные, да? Вот, как, например, что мы не хотим, чтобы наши дети были пущенным мясом. У вас не такое руководство. У вас не такие, у вас не такие эти военные, да? Ну, хорошо, таких никогда не будет, да? У нас правило, которое было в 48-м году у Пальмаха и у Аганы, да, это то, что есть, и с этим побеждают. Это наши правила. Наши дети пущенное мясо. Это надо же такое сказать. Это же надо же такое выговорить, понимаете? Да? А вы говорите, почему они не едут? Они вообще ничего не понимают. Я говорю так обобщенно, однако, конечно, есть люди, которые понимают. Конечно, есть люди, у которых проблемы. Конечно, есть праведники, которые по каким-то причинам там. Вот. Не знаю. Это никогда об этом не говорят. Ну, как масса. Просто ничего не понимают. И нужно, нужно об этом говорить. И нужно призывать к тому, чтобы рабины об этом говорили. Вот если мы говорим о религиозном сейне, нужно говорить, чтобы об этом рабины говорили. Вот так. Рабиев, говорят. Божаемые, я просто... То, что вам непонятно, мне тоже непонятно. И я здесь не могу ничего помочь. Но только призываю бороться с этим явлением. Пожалуйста. Но динамика рабиев все-таки есть. Я просто по своему Ишу смотрю Хашманаим. Вот. Я 11 лет уже живу. И все больше американцев. У нас много американцев. И они приезжают. И у них даже нет работы. Они как бы работают даже в Америке. Но все время приезжают сюда. И говорят, как важно служить в армии. И вот сейчас война была. Так у нас большинство именно американцев, добровольцы здесь по Ишуу дежурят. Вот. То есть уровень сознания очень высокий, понимание. То есть люди есть. Я очень-очень рад, что я не прав. Хотя бы даже пускай в каких-то процентах, что я очень рад, что я не прав. Есть эта динамика. Вот. Слава Богу. Есть какое-то сознание. Да. Но я, к сожалению, это не совсем так вижу. Да. Я, скажем, я помню свою беседу с одним евреем, который мне сказал, что он был человеком нерелигиозным. Он отдыхал на Кипре. И вдруг он услышал про войну судного дня. Да. 73-й год. Он говорит, я взял билет на ближайший самолет, который я мог только достать в Израиль. Я приземлился в Израиле, я больше отсюда не уезжал. Все, что у меня было на мне, костюм там, чемодан, все, это со мной. Все остальное нет. Вот. И таких людей было много. И людей, которые приезжали сюда в войну добровольцами, их было много. Сейчас есть. Да. Вот. И известные личности. Все. Они приезжали сюда. Да. Вот. Так что, то, что вы говорите, я за, я готов, я готов, и верю в это, и поддерживаю. Но вместе с тем есть какой-то такой истыевут, как говорят, отход назад немножко. Все, я закончил, я вас замучил своими сентенциями. Я дико извиняюсь. Дико извиняюсь. Но я, тем не менее, хочу лакшот. Чуть-чуть, чуть-чуть. Пожалуйста. Но я сказал. Есть вещь, которую я, например, я, как-то она прошла все-таки довольно, ну, не знаю, ну, безответно, скажем так. Я был совершенно поражен абсолютно. Израильская действительность. Граждане, когда мы говорим, что какие-то отдельные люди говорят, материальные, хорошо. Это можно отбить очень просто. Хотя я присоединяюсь к тому, что, говорит, Михаэль, малая думи, русскоязычные, которые уехали почти 40 лет назад, как мы уезжали из Москвы. Их дети сейчас приезжают сюда, служат в армии, что-то фантастика. Может быть, немногие, я не знаю. Но вокруг нас есть ряд таких семей. Просто цедики. Приезжают из Америки, служат в армии, и 5-10. Вопрос другой. Главный раввин Израиля. Раф-Йосеф. Ну, правильно. Ну, послушай, Раф-Йосеф говорит, если нас будут призывать в армию, мы уедем за границу. Ну, не Стамбел, я не знаю, Амарес. Ну, я по сравнению с ним. Ну, правильно. Ну, ты все правильно говоришь. Теперь, я только хочу сказать, я очень-очень рад слышать все, что ты говоришь о русскоговорящих, об американцах. Я только хочу сказать, напомнить, что разговор у нас о тех, кто остался за пределами земли Израиля. Я хочу напомнить то, что я часто напоминаю, мне вспоминается, что Рабин передосло. Он, конечно, лукавил, он искал какие-то там ходы, скажем, политические. Но что он сказал? Он сказал, что вы хотите от нас. Мы не можем удержать эту землю. Вот после 67-го года мы думали, что приедем 10 миллионов евреев. Это то, что он сказал, озвучил. 10 миллионов евреев, да, и мы заселим эти земли. Врал, хорошо, да, но он озвучил идею, да, понимаешь, недостаточно этих твоих праведников, им поля кого, да, недостаточно. Нужно 10 миллионов евреев, чтобы они встали и приехали, да, какие они есть, да. Здесь все как-то утрясется. Вот тогда эта проблема, да, арабы, не арабы, кто будет, чья власть будет в Азии, все это все уйдет на задний план. Мне так кажется, да. Вот, и я совершенно не против другой точки зрения. Вот, я просто озвучил то, что мне кажется. Хорошо. Вот, а все, что ты говоришь, это правильно. Это правильно. Слушай, Рабаним, ведущие лидеры поколения говорят нам, утвелонит ГАЕС. Я, Яна, это одна из проблем. Можем обсудить ее отдельно. Это глобальная ложь, о которой я постоянно писал и писал то, что ты говоришь о его высказывании. Ну, как ложь это, Рабдиев? Это затмение какое-то, я не знаю, ложь не назовешь даже. Я не знаю, опять же, я не знаю, где затмение, затмение-то Солнца или Луны, да, я знаю только одно, что это глобальная ложь, да, потому что подавляющее большинство авторитетов, тот же Хазон Иш, на которого ссылаются, да, он совершенно никогда не имел в виду, что не нужно служить в армии принципиально, как бы, да, те, кто изучает Торы. Я писал об этом тысячу раз, да, с источниками, все, вот. Это глобальная, глобальная вранье, отдельная тема, да. У вас очень хорошая статья, вы очень хорошо расписали по этому поводу, кстати, очень, по пунктикам прям расписали. Хорошо, я благодарен всем за внимание, не знаю, как вы меня выносите, все об одном и том же, об одном и том же, да, но очень благодарен всем. Да нет, вы тоже нас, как учеников Вишивы, приучите уже скоро, что ехать надо, да. Спасибо, спасибо. Спасибо, Ромза, спасибо, все очень интересно. Огромное. Спасибо. Окей, всем спасибо. Суроту вот. Счастливо. Пока. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok